Мы должны знать проблему в нашем городе. Жалобы жителей, если до нас доходят, это наша плохая работа. Мы раньше не увидели. Мы не отреагировали раньше, потому что наша задача это все увидеть, а жителя наслаждаться, радоваться, выходя из дома, видеть чистоту и не думать о том, как эта чистота, какими усилиями достигается. Но предложение, да, в идеале должно быть так. То есть недостатков жители видеть не должны, их должны видеть сотрудники администрации, те, с кем мы сотрудничаем, надзорные органы, а жители должны давать предложение творческие. Кстати, у нас очень в этом плане город благодарный, жители благодарны, и мы жителям благодарны тоже за то, что они неравнодушны городу. Они хотят город видеть обустроенным, интересным, и не только чистым, но чтобы жизнь здесь была активная, и выйдя в какие-то общественные пространства на улицу с детьми, или взрослые люди, или пожилые, всегда могли относить для себя что-то интересное, отдохнуть душой, зарядиться какой-то энергией, и чувствовать себя в безопасности. Мало того, что в чистоте, но еще и безопасности. Комплексное обустройство не только детских площадок, а именно внутридворовых территорий. Мы провели подсчет, это, должен вам сказать, что это программа, посыл мы получили программу губернатора Московской области, и во всей Московской области организована эта работа. Посчитано количество дворов. У нас порядка 1500 внутридворовых территорий, и 10% от этого количества каждый год должно устраиваться комплексно. Комплексно это значит близкие площадки для разного возраста детей, спортивные тренажеры, контейнеры для сбора твердопотовых отходов там, где нет мусоропроводов, парковочное пространство, пешие тротуары, пешие сообщения устроены, освещение внутридворовой территории, чего раньше не делалось, сейчас это обязательное требование. И я буду позже на этом останавливаться, но мы действительно провели анализ, анализ обращений граждан. Всего сделать невозможно сразу, но важно приоритеты определить, и приоритеты мы определяем именно, обращая внимание на то, какое количество обращений граждан по той или иной территории города поступает в каком-то направлении. Если поступает, что все хорошо, но темно, с детьми поиграть на детской площадке, уходить приходится в 7 вечера зимой, или там еще раньше, потому что темнеет рано. Дома далеко, освещение при домовой территории слабое, на площадке ничего не видно, и, к сожалению, эксплуатация ее от этого уменьшается. Поэтому теперь мы, помимо комплексного благоустройства, делаем и дополнительное освещение. Я об этом скажу чуть позже. В устроенном мы попытались сделать несколько больше, и в этом году мы в том числе стали обустраивать внутридоровые территории в первом микрорайоне. У нас есть особенные города. Три микрорайона, которые сегодня выглядят наиболее депрессивно. Это улица Вокзальная, пятый микрорайон в районе улицы Чайковского, и первый микрорайон, это старая часть города, напротив первых проходных. Вот в первом микрорайоне это... Да, почему они депрессивны? Потому что предполагалось уже достаточно давно, почти скоро будет 10 лет, что эти территории будут комплексно обустроены. Старые дома, которые уже являются ветхими, будут расселены в новые дома жители, и будут обустроены социальные объекты, внутренняя инфраструктура. Заменены все подземные коммуникации, увеличены мощности и переоборудованы котельные, водозаборные узлы. Все, что связано с эксплуатацией территории и жилых домов, социальных объектов, должно было перейти на новый качественный уровень совершенно. Но за это время как минимум два экономические кризиса были, и программы не исполнены. На сегодняшний день можно достаточно уже уверенно говорить о том, что, скорее всего, они и не будут реализованы. Но в результате мы получили, что три микрорайона города действительно оказались в состоянии значительно худшим, чем весь и вся остальная территория городская. Поэтому первый микрорайон, это договор, который вела администрация города, была заключена городской администрацией. Мы уже понимаем, что реализовано не будет. Мы направили письмо со своей стороны, не письмо, а обратились официально к организации, которая в свое время выбрала право на производство работы, и его не реализовала, на расторжение. И теперь мы включаемся в работу по благоустройству уличной территории, если вы обратили, то улица Пионерская. И двор на улице Пионерская один комплексно будет устроен уже в этом году, а сейчас там перекладывается асфальт достаточно интенсивно, ведутся работы дорожные. Мы их ввели в прошлом году, там были нюансы, провалы все время возникали на улице Пионерская, где у нас вход в парк с обратной стороны. Там все время на перекрестке возникал провал. Оказалось, что это была строительная ошибка. Там под дорогой проходит коммуникация подземная. И вот где люки были, в свое время скалтурили строители и оставили там пустоты, которые заполнены были деревянными отходами. И они со временем сгнили, и пошла просадка грунта. Мы каждый год ремонтировали асфальт, но потом поняли, что это бессмысленная совершенно работа. Он продолжает выходить вниз. В этом прошлом году эту работу произвели, а в этом году комплексная уже асфальтовая работа с заменой бордюбовым камнем, кстати, по-моему. Наша задача в будущем, чтобы эти работы, конечно, начинались раньше. Поэтому, чтобы... А для того, чтобы это делать, все вопросы связаны с проектированием, потому что все работы, которые комплексно производятся, мы ставим задачу потом при замене каких-то аварийных ситуаций с коммуникациями, которые под зимой находятся, чтобы к этому не возвращаться, прежде следовать сами коммуникации и производить замену. И в идеале пока... Я рассказываю диагноз ситуации, но, конечно, до идеала пока еще дырек у нас достаточно. Если идти по микрорайонам, у нас с вами в городе есть территория, которая стала городом относительно недавно. Это Новонекольская и Апарик. В черту города они были включены в период административной реформы. И бывший поселок, дачный поселок, теперь стал городом со всеми вытекающими из этого последствиями. С одной стороны, жители радуются тому, что живут в частном секторе. С другой стороны, понимая, что они стали гражданами и жителями города, они требуют, чтобы коммуникации все в этом частном секторе, который прежде не был оборудован, где-то были в Гребной Яме в свое время, не везде был даже водопровод. Газ, чтобы все блага цивилизации пришли в этот микрорайон. Но, к сожалению, вместе с благами приходит и урбанизация. Микрорайон действительно все больше испытывает нагрузку, транспортную нагрузку. А Париха, платформа, она становится все более же востребованной. Рядом вырос в микрорайон Заводные холмы. И еще одна особенность этого микрорайона, то что жители в свое время где-то оформили, где-то нет, но уширили свои пространства и тем самым завозили пространство общественное. От этого на некоторых улицах очень тяжело обустроить дорогу с тротуаром. Для тротуара места просто не осталось. Где-то место, которое осталось, оно настолько мало, что тротуар получается ущербным. Но ущербным. Два человека там разойтись не могут. То есть это отдельная территория, которой прорабатывают сейчас подходы. Нам придется проверять правильность оформления всех земельных участков, провести работу, чтобы понимать, где жители осуществили самозахват, а где законно занимать эту территорию. И уже привязываясь к этому, законным путем устраивать все остальные общественные пространства. для жителей. Первое, решить проблему с пробками, а второе, создать рабочие места. Хотят больше быть дома, в городе, не уезжать. Причем способна часть населения. Ну и третье, уже идет благоустройство в городе. Причем мужчины хотят, чтобы были рабочие в семье, в молодой семье. Мужчины хотят, чтобы рабочие места были в городе, а женщины, чтобы были благоустроены детским. То есть есть потребности, да. Но то, что все говорят плохо, и действительно плохо, это транзитное движение транспорта через Краснодарский. Развязка Линского-Волковского шоссе, эту проблему не решает. Она ее, можно сказать, частично. То есть она выводит, просто быстрее будет уходить из города поток. А вот проектирование, которое завершается, дороги, соединяющие от изубродных холмов до Риги, по кромке леса, вот это реально отводная трасса, которая уведет транзитный поток в основном. Уже строится активный переезд через Нахабинский, вот это вот ДДП, это тоже уведет, уже будет меньше точно, туда будет уходить везде, в этот раз. И, ну, перспектива, но пока не проектируется, вот здесь водородное ополчение и митинг. Это будет самая короткая, будет доступ до метро для основной части города, не считая Паршескую пойму. Но Паршескую пойму только пешим сообщением, не метро ходит, а пожилые люди с палочкой не дают, потому что достаточно... ...уровень детей, да, когда они уже могут самостоятельно передвигаться по городу и заниматься там. Ну вот на данный момент у нас 6 инструкторов, да, которые проводят занятия по расписанию на некоторых площадках, а площадок более 50. И вот тоже задача города, задача города, как-то это тоже вопрос, ну, решать, да, надо, чтобы люди, дети выходили и играют. То есть поскольку это усилие все-таки над собой заниматься не в гаджетах, там, побеждать и играть в электронные игры, а уже коммуницировать и работать, друг с другом взаимодействовать. В школах это урок физкультуры, а вот за пределами школы, понимаете, то есть условия есть, а вот эту вот подвижку сделать надо. Как это сделать? Потому что, ну, великолепные площадки. Я понял вас и поддержу, в совершенную особенность. Есть тенденция к укрупнению, в принципе, и созданию городских округов. Каждый из этих подходов, он разный по последним шагам. Чтобы создать городскую округу, для этого должны прекратить существование все городские поселения. Чтобы они прекратили существование, должно стать решение Советом Депутатов. Ну, это все такие достаточно серьезные тектонические изменения. Должен быть закон Московского, саперинное решение на региональном уровне соответствующее. Поэтому обо всем вы будете знать. Гадать, судить, рядить о том, чего еще нет. И посылы, которые сегодня еще пока не прозвучало явно, я бы не считал самосомразным. Если возникнет такое решение, значит, будем думать, как его реализовывать, с тем, чтобы никто из жителей не ощутил разницы. Если не возникнет, значит, будем работать, строить планы и реализовывать их, соответственно, за связи опять же жителей. Задача всех уровней власти, чтобы социального напряжения не возникало, оно не нужно. И никто в этом не заинтересован. Жители не должны это ощутить. Поэтому, как это будет, увидим. Время покажет. Время покажет. Ставь. Хорошо. Продолжение следует...